Огонь войны через века. Музыкально-театрализованное представление приготовили для жителей округа артисты культурно-делового центра Арктика. Спектакль, который пройдет в эту субботу, напомнит о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Действо, по словам организаторов, будет масштабным. На сцену выйдут около ста человек. На генеральные репетиции спектакля побывал наш корреспондент Андрей Ершов. Лидия Сергеевна будет петь о том, что пережила сама. Дитя войны родилась в Мурманске в 1941 году. Отец вместе со своим братом воевали на рубежах северных морей. Охраняли от налетов суда, перевозящие продовольствие и медикаменты. Маленькая Лида вместе со своей матерью переживала вражеские бомбежки и лишения тех лет. О своих воспоминаниях в День Великой Победы она теперь каждый год рассказывает молодому поколению со сцены. Говорит, чтобы знали и помнили. Мы готовимся к Дню Победы, а значит мы помним этот день. Мы стараемся не забывать эту Великую Победу нашей страны. Передать чувства и напомнить о Великой Победе. С этой целью выйдут на сцену около ста человек. В масштабном представлении вместе с артистами задействованы костюмеры, плотники, инженеры, рабочие по обслуживанию здания и даже уборщики служебных помещений. Все, кто неравнодушен к событиям Великой Отечественной войны и кто считает своим долгом почтить память людей, не вернувшихся с фронтов, рассказывает режиссер-постановщик Елена Шигарина. Театрализованное представление «Огонь войны через века». Это версия, которая носит в себе такой собирательный характер, потому что это своего рода и спектакль, и танцевальное мероприятие, и разговорный жанр. Режиссер уверена, спектакль будет интересен и взрослым, и детям. Создать атмосферу того трагического времени позволяют световые и звуковые эффекты. На протяжении всего спектакля на сцене будут показывать кадры хроники 1941-1945 годов. Прийти на спектакль может любой желающий, вход свободный. «Огонь войны через века» начнется 12 апреля в 17 часов на сцене КДЦ «Артика». Андрей Иршов, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».